Ребят, что это там такое светится? И всем привет, меня зовут Иван Прош. И да, это тот самый человек, который делал разоблачение на Mootscrab, которое набрало более 3000 просмотров. Я сам очень сильно офигел от такого актива. Спасибо вам за то, что смотрите мои ролики. Да, я должен признать, что прошлое разоблачение вышло кринжовеньким, я так скажу. И все из-за чего? Потому что я просто-напросто был очень сильно зол на Модскрафт. Я им все-таки 500 рублей задонатил. Я сейчас вроде бы уже отвык, но все-таки хочу попробовать хотя бы добить Модскрафт. И сегодня я вам расскажу, что было за это время. И так далее. Сегодня я собрал очень много доказательств, почему все-таки на Модскрафте не стоит играть. Поехали! Администрация Модскрафт все-таки прислушалась к игрокам и решила все-таки улучшить свою экономику. Но потом все-таки они сделали только хуже. Но обо всем по порядку. Улучшили экономику это как? Это так, что теперь нельзя дюпать шелкера в креативе. Это уже радует. То есть разработчики Модскрафта реально уже начали прислушиваться к игрокам. Хотя бы это радует. Но они все-таки сделали чуть хуже, намного хуже. Потому что теперь они сделали новый донат за 15 тысяч рублей, который может все что угодно. Что мы здесь видим на скриншоте? Мы видим нет лимитов на размер и количество регионов. То есть этот донатер может заприватить весь мир частями. И ничто ему за это не будет. Ну и я сам на самом деле приофигел, когда это увидел. Также, что я увидел, отсутствует задержка на дюп. То есть, если я не ошибаюсь, то это работает на дюпе. То есть, этот донатер может сколько угодно дюпать в режиме дюпа, и тогда там экономика тоже сломается. Не удивлюсь, если в следующем донате будет доступ к спавну. Шалкеры нельзя дюпать в креативе. Но зато есть дюп, который я вам прямо сейчас и покажу. Надеюсь, вы все прекрасно видели. Это просто ужас. Давайте теперь поговорим о привилегиях ниже господина и так далее. Допустим, представим ситуацию. Ты играешь с привилегией админ. И видишь, как на пвп-арене поехаются два читера. Ты хочешь забанить его. Но вот незадача. Ты банишь его всего-то на 30 минут. Всего на 30 минут. Ну, это на бан даже не похоже. То есть, человек подождет всего лишь 30 минут и будет дальше играть с читами. У него есть дружок второй читер, который вместе убивали игроков. Так вот, ты хочешь его забанить, но ты не можешь его забанить. Потому что ты сможешь его забанить только еще через полчаса. А на твоих глазах игроки, то есть, читеры, убивают обычных игроков. А тот читер, которого ты забанил, зайдет через 30 минут. То есть, логики нет никакой в этом бане. Одного читера забанили, другой играет, потом другой возвращается, а ты другого банишь. И вот так вот, можно сказать, до бесконечности. Хотя в правилах написано то, что использование любых читов при сражении с другим игроком, наказание, блокировка аккаунта на 15 дней. Но чтобы это сделать, ты должен задонатить 6 тысяч рублей. То есть, задонатить как минимум спонсора себе. Или этим занимается администрация, которой, кстати, очень мало играет на сервере. Я в свое время, когда играл на мудскрафте, встретил только один раз модератора. Хотя я играл 6 месяцев на этом сервере. Практически каждый день. И увидел только лишь одного модератора. Но да ладно, уже пора переходить к следующему пункту. В прошлом разоблачении я уже обсуждал эту тему, но не договорил, а именно античит. Античит просто ужасный. На самом-то деле. Я даже не знаю, на каком другом сервере есть такой отвратительный античит. Вы просто посмотрите на эти кадры, которые я смог заснять. И да, я только на стадии монтажа увидел, что это, черт возьми, админ! Боже, античитает вообще. Ну как так можно? Ну, блин! Ну вот как так можно? Неравно. Просто... Смотрит в одну сторону, беду в другую. Прекрасно! Ё-май! О-о-о-о! Всё, я, кажется, полетел. Всё, его все избивать пошли просто. Ё-май! Ах ты ж! А ну иди отсюда. Хотя бы он не читер. Ну, а от следующих кадров я просто упал в обморок, когда увидел. Это ж насколько должен быть ужасный античит, чтобы читеры так могли играть. Вы просто на это посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это просто ужас. Правда нам ясна. Продолжение следует... Да, эту тему я тоже обсуждал в прошлом ролике. Но вы думаете, что сейчас Иван Прошкарин жанет опять. Но на самом деле, когда я подумал над теорией, теория была просто ужасна. Просто, может быть, просто ужасная теория. Вот вы представьте себе. Автоподбор. Автоподвор. Если вы играете на Модскрафте, то вы наверняка знаете, что там играют американцы и испанцы. Именно из-за автоподбора. Ни на одном другом сервере, ни на русском. Нет так много испанцев и американцев. Все из-за автоподбора. Когда вы скачиваете версию 1.18, где-то приблизительно так. Какой-нибудь, например, бета Майнкрафт 1.18 Бэдрак Эдишн. И зайдете во вкладку серверы. Вы увидите автоподбор нескольких серверов. По-моему, это сервера Модскрафт, Фасткрафт и Геймпи. Кстати, эти сервера друг от друга вообще никак не отличаются. Только спавном. Так вот, теория заключается в том, что какие-нибудь 7-летние школьники, которым купили Майнкрафт на телефон, зашли во вкладку серверы и увидели сервер Модскрафт. Решили туда зайти. Ну и начали играть. Кстати, Модскрафт это мой самый первый сервер, на который я зашел вообще. Я примерно где-то год играл в Майнкрафт, зашел в вкладку сервера, решил посмотреть, что там такое, увидел Модскрафт, зашел и вот так уже начал играть. Так вот, так же и с детьми, которые начинают играть на сервере Модскрафт, попросили родителей купить себе донат, купили себе донат и какой-нибудь идиот решил их развести. Решил развести их на аккаунт. То есть, например, прокачаю аккаунт до создателя и дети начинают на это вестись, кидают им свой пароль и вот так вот их взламывают. Еще придачу к тому, то, что администрация вообще не возвращает аккаунты и не собирается это делать. Как они мне ответили? То, что мы никогда не будем возвращать аккаунты. Ну, по крайней мере, они написали то, что не возвращаем и не будем возвращать. Поэтому, пожалуйста, разработчики Модскрафта, обратите на это внимание, потому что это реально очень важно. Постоянно в чате пишется то, что кого-то там взломали или еще чего-нибудь. Мой случай не единственный и могут взломать просто так. Вот, например, на сервере Nexeland есть защита PASID. Это команда, которая не позволяет игрокам с других IP-адресов зайти на ваш аккаунт. То есть, это очень удобно. То есть, получается защита по IP, и никто не сможет вас взломать. Администрация Модскрафта, я вас всем сердцем прошу, обратите на это внимание, если вы увидите это видео, конечно же. И ведь правда попадаются неадекватные детишки-донатеры. Ну, а мы переходим к следующему пункту. Эту тему я тоже обсуждал в прошлом разоблачении. Пвп это просто очень-очень долгая клоунада, которая вряд ли сможет закончиться. Потому что у тебя и у твоего соперника есть так зачарованных яблок. И кто-то мне даже в комментариях говорил, что можно просто зельками закидать. Но это может не сработать. Потому что одно зачарованное яблоко, и зельки уже не помогут. Зельки моментального урона. Примерно вот так вот это работает. Если у человека будут стаки зачарованных яблок, полная зачарованная броня на защиту 4, прочность 3, починка. Еще, не дай бог, у него будут пузырьки опыта. Тогда победить этого человека уже становится нереально, если у тебя этих ресурсов нет. Ну, пвп-хаться с зельками достаточно неудобно. Может быть вам удобно, я просто не знаю. Потому что зелек в инвентаре не так уж и много на самом деле вмещается. Штука... Всего лишь несколько штук вмещается, и все. И то этого недостаточно. Поэтому... Это пвп максимум может закончиться, когда у соперника закончатся пузырьки опыта. Закончатся стаки золотых зачарованных яблок. Сломается самая прочная назеритовая броня, да еще на прочность 3. Минус тотем еще. Когда у соперника уже полностью сломается броня. Он либо ливнет, либо вы его добьете. Ну, как-то вот так вот. То есть, пвп реально может затянуться на очень-очень долго. Какие из этого я могу сделать выводы? То, что Модскрафт может уже начаться прислушиваться к игрокам. Вот наверняка из-за меня то, что я говорил, типа, то, что шелкера можно дюпать. Ну, и по мнению других игроков, они начали прислушиваться к игрокам, разработчикам сервера. И сделали так, что теперь нельзя дюпать шелкера в креативе. То есть, ресурсов станет не так уж и много. Но все-таки осталась куча дюпов, которые разработчики, наверное, пофиксят. Ну, может быть и не пофиксят. Кто уж и знает, на самом-то деле. Потому что они бывают какие-то чудные, на самом-то деле. Но сейчас я вам расскажу, что было со мной, пока меня не было на Модскрафте. Так вот, мне в комментариях написал официальный канал Модскрафта очень тупой комментарий. Потом мне в комментариях написала модераторша сервера, у которой на ютубе 19 тысяч подписчиков. И она снимает, вроде бы, будни на сервере Модератора. Будни Модератора на сервере Крафт ПиЕ. Вот всех вот этих вот связанных серверов. Но она почему-то свои ролики удаляет. Постоянно удаляет. И я не знаю почему. После этого я с ней связался в ВК. Она сказала, что она действительно является модераторшей на серверах Модскрафта и связанных с этим сервером сервера. Так вот, после этого мне написал другой администратор, который сразу начал грубить мне, почему это я обзываю администрацию. С чего, что это ты такое творишь, типа Иван Прош. И так вот, я спрашиваю, в каком это ролике я оскорблял кого-то. Он мне начал угрожать судом. Он говорит, какой еще ролик? Типа, он мне говорит то, что я оскорблял кого-то в интернете. И он даже не сказал именно где. В каком интернете. Ютуб или ВК. Он потом присылает скриншот, где я назвал... Где я писал, типа, разработчикам Модскрафта, типа, чтобы они вернули мне аккаунт. Они мне постоянно отрицали. Я, типа, там на скриншоте было написано, что вам жалко, что ли? И назвал их тварями. Вот как-то так. И он мне потом пригрозил судом. Ну, просто я был очень сильно зол. С чего это они не возвращают аккаунт? Просто, что ли, им ленья передать... Передать привилегию на другой аккаунт, если меня взломали. Тем более, у меня был чек. Так, у меня был чек. То есть, доказательство того, что я реально им донатила. А они просто не хотят мне возвращать аккаунт. Я думаю, вы что, офигели, что ли? Типа, и написал, что они твари. Ну, так вот. Потом мы с этим человеком пошли в Дискорд. Он сказал то, что... Если еще раз такое повторится, то... Этим делом уже займется полиция, типа, и все такое. Ну, короче, что я могу сказать? То, что с моим разоблачением он никаких дел не имел. Ну, подозрительно то, что он мне написал именно тогда, когда я связался с другой модераторшей, у которой 19 тысяч подписчиков на Ютубе. Короче, ситуация очень такая непонятная. Он еще хотел мне пригрозить судом, когда я живу где-то в двух тысячах километров от него. Вот так вот. Потом он сам начал нас обзывать матом. То есть, кто тут кого обзывает. То есть, просто неадекватный человек. Потом он... Потом его просто кинули в черный список, и все. Вот так вот. Потом уже и таблоерша Люцифер кинула меня в черный список без какого-либо объяснения. И я уже забыл про это. Мне уже было все равно. И вот так вот все вот это вот стихло. Ребятушки, прошлое разоблачение набрало очень много просмотров и навело очень много шумихи среди аудитории Моцкрафта. Надеюсь, результат будет таким же, даже лучше, потому что это разоблачение гораздо важнее, чем прошлое. Ведь здесь все раскидано по фактам, можно так сказать. Практически все. Потому что, если вы хотите здесь поэхаться, то у вас не получится это нормально сделать. Потому что, ну, все я вам уже объяснил. Если у вас есть какие-нибудь пруфы, присылайте мне в комментариях, оставляйте ссылки на что-нибудь. Я буду вам очень сильно благодарен, если вы все-таки это сделаете. Ну, а с вами был Иван Прош. Всем до скорой встречи. Еще увидимся.